Ну-ка, давай поднимайся. Эй, что такое? Я больше некрасивая. Что? Ты очень красивая. Но уже не как стереотипная, Барби. Режиссёром на заметку. Из уст Марго Робби эти слова звучат совершенно неубедительно. Ты прекрасна. Дело не только в этом. Я ещё и недостаточно умна. Ты очень умная. Я не умею ни лечить людей, ни управлять самолётом. Я не президентка. Не заседаю в Верховном суде. Я недостаточно хороша во всём. Нет, ну просто невозможно быть женщиной. Ты такая красивая, такая умная. И мне больно от того, что ты думаешь, будто недостаточно хороша. От нас всегда требует быть исключительными. Но почему-то наших усилий всегда недостаточно. Типа, быть худой, но не слишком. И нельзя признаваться, что хочешь быть худой. Нужно говорить, что хочешь быть здоровой. Но при этом ты всё равно должна быть худой. У тебя должны быть деньги. Но просить денег нельзя. Ведь это меркантильно. Будь лидером, но не будь жёсткой. Направляй людей, но не критикуй чужие идеи. Материнство должно быть тебе в радость. Но поменьше болтай о детях, ведь это скучно. Ты должна построить карьеру. Но часики-то тикают, а ты до сих пор без мужа и без семьи. Ты ответственная и за все неудачи мужчин, что просто безумие. Но попробуй упрекнуть их, тебе скажут, что ты много ноешь. Будь привлекательной для мужчин, но не слишком. Чтобы случайно не соблазнить их, и чтобы не представлять угрозу для других женщин. Ведь все они твои сёстры. Но ты должна выделяться и всегда быть благодарной. Да, система несовершенна, но ты найди способ существовать в ней, и всё равно будь ей благодарна. Нельзя стареть. Нельзя быть грубой. Нельзя хвастаться. Нельзя быть эгоисткой. Нельзя уставать. Нельзя ошибаться. Нельзя бояться. Нельзя выходить за рамки. Это слишком сложно. Это сплошные противоречия. Но никто даже не отметит, как ты стараешься. Вместо этого окажется, что ты не только всё делаешь неправильно, но вообще всё это твоя вина. Я просто так устала видеть, как я сама и все другие женщины готовы буквально из кожи вон вылезти ради того, чтобы понравиться другим людям. И если всё то же самое приходится делать куклам, просто изображающим женщин, тогда я даже не знаю, что ещё сказать. Слушайте, я ведь писала книги. Я была словно во сне, в котором очень радовалась, что существует фильм Лига справедливости Зака Снайдера. Но твои слова помогли мне проснуться. Правда? Да. Это она, настоящая. Озвучивая когнитивный диссонанс, в котором живут женщины при патриархате, мы лишаем его силы. Верно. Вау, какие умные слова. Да! Па...